На слова Авраама, гласящие, положи руку твою под сигно моё, и о различных мучениках. Вместе с вами, Христолюбивые, я удивлялся тому, как новые дела евангельской благодати предвозвещаются Верхним Заветом. Вместе с вами я просвещал своим исследованием апостольской гармонии, звучащей в пророческих голосах. Признаю полученную от того пользу, что воспользовался и наградой. Удивительные и таинственные дела раскрываются в Ветхом Завете. Авраам требует клятвы над сигном, и действительно клятва совершается над сигном, а Творец неба и земли является свидетелем её. В самом деле, положи, говорит пратец, руку твою под сигно моё, и поклянись мне, Богом, сотворившим небо и землю. Здесь возникает вопрос. Если семенем называется тот, кто имел просвести отчресл Иакова, согласно словам, не оскудеет князь от Иуды и вождь отчресл его, то какое же отношение имеет к спасителю настоящая клятва? Так как Исаак уже был рождён, значит и семя его уже вышло, и когда произносилась клятва, тогда не могло уже быть и речи о семени Авраама. Авраам действительно имел в себе спасительное семя, о чём говорит Павел. Аврааму были даны обетования и семени его, приводя эти слова и объясняя их, он говорит в послании к галатам. Не говорю же семенем твоим, как о многих, но как об одном и семени твоему, который есть Христос. Галатам 3.16 Ясно, что семя Авраамова есть Христос по плоти, и поэтому было вполне справедливо клясться семенем. Недоумение только в том, что клятва была произнесена уже тогда, когда спасительный свет из стегна вышел. Недоумение же разрешается тем, что если однажды эта самая часть тела послужила посредником, и если в ней именно обитало некогда божественное семя, то можно было бы потом клясться ею, как храмом. А кто клянётся храмом, тот клянётся живущим в нём. Кто подтверждает это слово? Сам Спаситель наш, говорит фарисеям, горе вам, фарисеи слепые, как говорит и клянётся храмом, если кто, то не повинен, а если клянётся золотом храмовым, то повинен. И то сейчас продолжается. Безумные и слепые, что более, золото ли или храм, освящающий золото? Поэтому, говорю, и клянётся храмом, кто тот клянётся и живущим в нём. В самом деле, не так ли и царский дворец? После того, как он вмещал в себя царя однажды, дважды или трижды, то хотя бы потом царь и не обитал в нём, однако самое место раз навсегда остаётся освященным вследствие того, что некогда пребывал там царь. Так и тело патриарха, вследствие того, что послужило однажды орудием грядущего искупления, стало храмом обитованных благодеяний. Значит, клятва не была несправедливой. Её истина засвидетельствована. Итак, заклинает Авраам своего раба семенем и объясняет при этом, что это за семя. «Положи руку твою, подстегно моё, и поклянись Господом Богом, небо и земли». То есть, Спаситель наш есть Бог неба и земли. Подобное выражение употреблённое и у пророка Захарии. Когда святому были различные видения и явления, то между ними, в частности, было и следующее. «И возвёл, в общем, мои, говорит, пророк, и увидел, и вот свящник золотой, и семь светильников поверх его». Захария 4.2 Так как видение было такого рода, что требовало истолкования, и смысл явления заключался не в нём самом, а в чём-то другом, подразумеваемом. То пророк и спрашивает, «Господи, что суть сии?» Если бы этот вопрос относился к самому явлению, то он был бы неосновательным. «Разве не знаешь, что такое светильник и что такое маслина?» Пророк и спрашивает не о том, что он видел, но о том, что созерцал. «Что суть сии?» На это ангел отвечал ему вопросом, «Не разумеешь ли, что суть сии?» «Нет, Господи». Он искренне сознаётся в своём неведении и получает наставление в истине. Он брат того евнуха, которого Филипп спрашивал. «Разумеешь ли, что читаешь?» А тот чистосердечно отвечает. «Как могу уразуметь, если кто не наставит меня?» И пророк отвечает, «Нет». «Господи, что же означают эти две масличные ветви с правой и с левой стороны светильника?» «Вот что они означают», говорит он. «Объясняем масличные ветви, а вместе с маслинами объясняем и то, что означает светильник». «Будь внимательнее». «Светильник стоит, а перед ним ветви масличные». «Ангел же в своём объяснении предоставляет ветви предстоящим не светильнику, а Богу». «Значит, светильник есть образ Бога, или вернее спасителя нашего и его спасительного воплощения. Не знаешь ли, что суть сии?» «Нет, Господи». И сказал он, «Двое сынов тучности, которые предстоят Господу всей земли». Захария 4, 13. «Не светильнику, как было в видении, а Господу всей земли». Семисвечным изображается светильник для значения спасительного воплощения Господня, потому что действительно, светильником была владычная плоть, просвещенная седьмечисленными дарами Святого Духа. «Выйдет, говорит пророк Исаия, жезл из корня Исеева, и свет от него произойдёт, и почиет о нём Дух Божий, какой? Многоразличный по своим действиям и обильный по природе. Почиет Дух Божий, здесь, разумеется, существо, самый Дух Святый. А далее, говорит пророк, о дарах его, Дух премудрости и разума, Дух Совета и крепости, Дух Ведения и Благочестия, Дух Страха Божия. Вот эти-то семь даров Святого Духа, почившихся на Божественной плоти Владыка, и были в образе намеченной семью светильниками». 896. Почему же семь светильников? Для того, чтобы обозначить силу проявлений Святого Духа. Немного далее пророк Захария говорил, «Семь те отец Господних, протирающих на всю землю». Видишь, как истина сама себя раскрывает, не нуждаясь в человеческих мудрованиях. Но сами предстоят Господу всей земли. Захария называет Спасителя Господом всей земли, ввиду Его спасительного воплощения. Петр, глава апостола, в беседе с Корнилием говорит, «Мы знаем, что глагол, бывший в Иудее, об Иисусе из Назаре, так как помазал его Бог Духом Святым». И опять он же глагол был по всей Иудее. И слово, которое послал Бог, благовестуя мир сынам Израилевым. «Сей есть всем Господь». Пророк называет Господом земли, проповедник Евангелия Петр – Господом всех. «Сей есть всем Господь». Всем и небесным, и земным, и преисподним, и видимым, и невидимым. «Сей есть всем Господь». В один голос с апостолом взывает Иоанн, говоря, «Грядюще свыше над всеми». Здесь необходимо поставить вопрос прямо и отразить суемудрие еретиков. С дурным намерением, ухватившись за приведенное вышеапостольское слово, и поняв его неблагочестиво, но превратно и нечестиво, дети еретиков думают, что в награду за крестные страдания приобрел Спаситель достоинство быть выше всех, и что за эти страдания, за понесение креста, Бог превознес его. Они следуют апостольскому голосу, не уразумев его силы, остановились на словах апостола, не возвысившись до его созерцания. Вот как они рассуждают. «Смирил себя даже до смерти и смерти крестной, посему и Бог его превознес вследствие страданий, в награду за страдания даровал ему возвышение». «Правильно говоришь ты, еретик, и даровал ему имя более всякого имени, чтобы о имени Иисуса всякое колено поклонилось небесных, земных и преисподних. Видишь, говорит, после креста его он превознесен. Видишь, говорит, после страданий он удостоился возвышения, как награды». Итак, если после креста он возвышен, как вы говорите, то почему Иоанн, креститель прежде страданий, прежде креста, говорил, «Грядущие свыше над всеми есть, а не остановился только, не становится». Потому что беседы Иисус в беседе с иудеями говорил, «Истинно, истинно говорю вам, прежде, нежели было в рам, я есть им». Потому что он есть всегда, и был, и будет, и конца не имеет. Впрочем, братья, нам нужно исполнить лежащий на нас долг и под предлогом отступления не отказываться от своих обещаний. Пусть проповедуется слава Христова и высота Отца, пусть проповедуется Дух Святый, пусть возвышается Единородный, пусть прославляется Отец, пусть никто не считает превращением достоинства, если мы вспоминаем сначала Духа Святого, затем Сына, а потом уже Отца, или сначала Сына, а потом Отца, нет порядка лиц. Не потому что он беспорядочен, но потому что стоит выше всякого порядка. Как Бог не есть тот или другой образ, не потому что он безобразен, но потому что он неизобразим, и как Бог не имеет формы не потому что бесформен, но потому что бестелесен, так точно Божественная природа не знает порядка. Не потому что беспорядочна, но потому что превосходит всякий порядок. Но как первого дня нашей жизни, так как он родитель единородного, так как он корень святого плода, так как он свет вечный, порождающий свет. Конечно, брат мой, если бы кто из окружающих нас попытался сегодня в церкви, среди православного собрания, среди народа, исполненного всякого правого учения, постановить сына впереди отца, он был бы осмеян самими православными в самом деле. Если бы кто одержал сказать в церкви, Христос вас благословит и Отец, разве не сошли бы его непоследователем за то, что он не указал сначала корни и тогда уже присоединил плод? Разве, если бы кто сказал, что Сын вас спасет и Отец, это не было бы понятно, как смешение и нарушение порядка? Но это так было бы сочтено несведущими судьями. По суду же истинно апостолскому победоносному решению безразлично и Сына вспоминать прежде Отца и Духа. Послушай, что Павел, великий проповедник, пишет числоникистам. Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог, и Отец наш осветит вас. Сначала Сын, это говорит душа, исполненная Святого Света. Так как нет подчинения в святой природе, но что бы ни поставил первым равночестным, соблюдается равночестность, и второе не унижается, и третье не оскорбляется, то апостолы произносят имена безразличные, зная, что природа неразделима и царство неразлучимо. На каком основании он так богословствует, так словословит и ставит Сына впереди Отца не по порядку, не по силе, но на словах? Почему сначала он вспомнил Сына, а потом Отца? Пусть говорит Павел свое оправдание в назидание Церкви. Я ничего не говорю от себя, Христос через меня изрекает свои догматы. Итак, ищите ли испытания, Христос и говорит во мне, 2 Кориншином 13.3. Христос говорит через меня, не требуй оправдания владычного гласа, не пригирайся. Но ты не можешь представить себе, чтобы Христос мог так говорить через меня. Послушай же, как он сам собственными устами говорит о себе. Ведь если бы имена Святой Троицы побежали по порядку, и названное первым было бы первым по силе, второе являлось бы вторым в силу подчинения, а третье было бы третьим как более слабое, то Спаситель, сама истина, конечно, не нарушил бы в своем слове истины. Как же в таком случае Спаситель вспоминает сначала о себе, а потом уже об Отце? Если кто говорит, он заповеди мои соблюдает, я и Отец придем, и обитель у него сотворим. Так как Отец в обычном порядке предшествует Сыну, говорят дети еретиков, и на этом основании хотят представить Сына по отношению к Отцу в положении наместника царского, то нужно спросить их, осмелится ли наместник подобным образом выразиться о Царе? Я и Царь приказываем. 898. От того, что бывает среди нас, перенесись мыслю к тому, что выше нас. Может ли Создание поставить себя выше Создателя? Сотворенное существо, как вы говорите, дерзнуло ли бы сказать, сопричисляя себя к тому, кто несравнимо выше его, придем и обитель у него сотворим. Потому-то с другой стороны он показал различия имен. Я и Отец. А с другой? Равночестность действия. Так и в другой раз, когда апостол Филипп говорит, Господи, покажи нам Отца, и довольны для нас. Спаситель отвечает, столько времени я с вами, и вы не познали меня, Филипп. Ответ идет вразрез с вопросом. Ведь не о тебе я спрашивал. Я сказал, покажи нам Отца, а Он говорит, столько времени я с вами, и вы не познали меня. Если неподобен Сын Отцу, то как в неподобном обнаруживается Отец? Как в малом усматривается Великий? Как через более слабого познается Высший по достоинству? Как через служителей твоих, служителей Творец? Столько времени я с вами, не сказал, с вами есть Отец, но Я. Значит, когда я присутствую, то и Отец. Столько времени я с вами не познал ты меня, Филипп? Хорошо сказано, не познал меня. Тот говорит, покажи. Ты, а Спаситель отвечает, не познал меня, желая показать, что Бог постигается не видением, а разумением. Не веруешь ли, что Я и в Отце? Опять Я, и тогда уже Отец. Я в Отце и Отец во мне. И как ты говоришь, покажи нам Отца, вместо того, чтобы сказать, как же ты ожидал увидеть другого. Я в Отце и Отец во мне. Сын познается в Отце и Отец в Сыне. Как же ты говоришь, покажи нам, как бы желая видеть другого, помимо Меня, Отца. Я в Отце и Отец во мне. Не силу смешения природы и не так, как будто сосуд вложен в сосуд. Не сочетание телесное, разумеет он, но мысленное созерцание. Я в Отце, потому что Отец без Сына не познается, и Отец во мне, потому что Сын без Отца не является точным. Так ум познается в Слове и Слово в уме. Откуда могу я узнать твою мысль, если не из того, что ты говоришь? Твое Слово служит обнаружением твоего ума, а твой ум со своей стороны является истолкователем твоего Слова. Нельзя познать Слово, не уразумевши мысли, не усвоив мысли, когда Слово остается неизъясненным. Поэтому Евангелист и говорит, вначале было Слово, чтобы показать его бесстрастное рождение. Именно чем Слово является по отношению к уму, тем единородный Бог Слова является к своему Отцу. Удивительное дело. Я припоминаю нечто из сказанного раньше. У нас была раньше речь о том, как по окружающим у нас можно было раньше речь о том, как можно познавать то, что выше нас. Слово наше внутри нас пребывает вместе с породившим его умом. Разве невидимое вместе с видимым? Невидимое с невидимым, духовное с духовным, бестелесное с бестелесным. Когда исходит Слово, оно является на устах. Здесь облекается звук голоса, не от иной природы заимствуя эту внешнюю оболочку, но само из себя создавая речение, и будучи невидимым по природе вместе с отцом своим, то есть умом, оно является вне. Облегшись в звук, и то, что до этого момента было неизвестным, делается известным всем. Затем, выйдя, оно все наполняет и вместе с тем не разрывает связи с породившим его умом. В самом деле, кто из людей после того, как скажет Слово и научит других, остается лишенным Слова? Неужели, если я издам какой-либо звук, и он будет воспринят слухом других, мой ум от него опустеет? Неужели Слово мое не вышло вовне и не осталось в то время внутри меня? Не застригло ли оно слуха тысячи людей, и в то же время не рассталось ли с породившим его умом? 900. Итак, человеческое Слово, будучи посылаемо породившим его умом, и вовне является, и родителя своего не оставляет. А Бог Слова, ради нас явившийся в мир, оставил отеческие недра пустыми, ни в каком случае, конечно, но то и удивительно, что бесчисленное множество слышит само единое Слово Божие, и оно не разделяется на столько мест. Но все для каждого из нас слушающих, все для всех. Если отец породил сына посредством истечения и отделения, и таким образом разделился и разъединился, как они говорят, то вот сам Спаситель, и пусть скажет им «Исследуйте Писание». Исследуйте, а не искажайте. Исследуйте, не просто прочитывая, но исследуя глубины его мысли. Бог дал Писание, однако их внутреннего смысла не обнаружил, но предоставил это твоим усилиям, чтобы испытать твою добросовестность и увидеть твое усердие, чтобы увидеть, будешь ли ты служить Писанием или будешь их насиловать. Ведь как природу вещей Бог предуставил, а искусство скрыл, и все вещи получили свое бытие от Бога, а искусство имеет своим источником человеческую мысль. Так и относительно Писаний. Скажу яснее, Бог сотворил камни. Он дал нам самую природу камней, но не готовые здания. Дал грозы винограда, но не вино. Дал шерсть, но не платье. Дал землю золотоносную, но не самое золото. Почему? После того, как Он создал человека по образу Божию, Он разделяет с ним свою творческую силу. Сам созидает и тому предоставляет возможности виться с Создателем в области искусства. После того, как Он сотворил человека, Он разделяет с ним достоинства Творца. Сам творит, как Творец и как Бог, приводя все из небытия в бытие. С другой стороны, неумеренная страсть побуждает человека воспроизводить образ человека, подражая, говорят, Богу в его творчестве. И вот Он создает телесный образ, старается одолеть природу силою. А так как известно, что Бог сотворил человека из земли и создал то искусство, не из состояния, будучи подражать своему владыке по существу, пускается на всякие выдумки для достижения невозможного, собирает корни, добывает краски и воспроизводит глаз смотрящий, но не видящий, хотя и открытый, уши раскрытые, но не слышащие. Нос, расположенный прямо, но не обладающий способностью обонять. Уста сложенные правильно, но лишенные звука. Ноги прекрасно изображенные, но не имеющие способности к бегу, чтобы показать, что все это позволено образу только для того, чтобы была показана сила Божия. Достигнуть полного воспроизведения природы Господь человеку не дозволил. Чтобы, возгордившись таким успехом в творчестве, он не повредил себе и своему спасению. Но самое стремление художников творить средствами заимствованиями от земли допускается Господом, чтобы посрамить тех, которые отрицают, что из земли создал Бог и самого человека. Он научил меня мерам, а не безмерию. Смотри, как во многие крайности впало человеческое искусство, хотя человек и был образом Божиим. Примудрость Соломона 7.17 Он уразумел, как устроен орган голоса, и уразумевший природу подражал ей при помощи искусства. Он уразумел природу этого органа, этого многосложного органа, составленного из многих свирелей. И смотри, что делает. Как искусно вступает состязание с самою природою. Не подвергались порицанию гусли, когда на них прославлял Творец. Так блаженный Давид, устроив гусли, не осквернял их дурными песнями, но воспевал на них священные слова. И его гусли от Бога получали освящение, и демонов обращались в бегство. В самом деле, когда злой дух нападал на царя Саула, мучил его и угнетал, тотчас говорил, Саул, так говорит в священное писание, ударял в гусли. И Саулу делалось лучше, он получал облегчение. Видишь, как всякая искусство, если оно обращено на угодное Богу, ни в каком случае не будет дурным. Но все ли у нас бывает согласно с этим намерением? Если же я скажу, видеть и слышать одно и то же, то на первый взгляд я говорю о различном. Однако не столько относительно зрения, сколько относительно слуха. Это верно. Так как у Бога то и другое тоже. Откуда ты знаешь, что создать и родить одно и то же? Ведь если Он и родил, и создал, то ты говоришь, хорошо. Но если Он никогда не родил, как ты полагаешь, но создал, то как можно говорить, что родить и создать одно и то же? Суисловие, слова пустые. Истина в деле. Почему же создание и рождение сделали с предметом споров? Бог, говорят, есть существо простое, а не так, как мы. Мы отчасти рождаем, отчасти создаем. Например, посредством детородных органов мы рождаем, а руками создаем. Но не так, говорят Бог. Он есть существо простое и не имеет членов. А каким образом рождает, тем же самым и творит. Видишь, что ты стыдишься слов. Так всегда они охотятся за словами, а существам дело пренебрегает. Все объято суетой. Я не раз говорил, что таковы основные начала еретиков. И источник их очевиден. Церковь содержит, говорят они, еретические учения. Скажи, кто руководитель изложенного выше учения? Кто виновник этой нашей, как ты называешь, ереси? От начала веры так проповедовали апостолы. После апостолов собор, бывший в Никее, утвердил. А чтобы было показано, что это вера вселенной. Из такого множества собравшихся, разногласили только семеро, которые были отвергнуты. Вся вселенная была согласна, так как имела апостольскую закваску. И вот что удивительно. Новый завет по божественному устроению подражал ветхому. Так, смотри, как они притираются об этой силе. Вот вы, говорит, сяете в ограде Иерусалиме, да коль обречетесь силой свыше. Да, говорит, сила, как имеющая обетование богатства. Дух не назван, говорят, Богом, но залогом Божиим, говорят еретики. А как, послушая залог, часть дара. Не весь дар в целости, но часть целого. И написано ведь, говорят, об апостолах. Знаменность, если духом обетования святым, который обручение наследия нашего. Вот, говорят, он дар Божий, а не Бог. Ефесянам 1.13 Значит, как дар и обручение, он есть только часть целого. А что, если увидишь, что и Бог называется частью, а не целым, и даром, но не полным? Ведь сказано обручение наследия. Что значит обручение? Что значит наследие? Что значит обручение наследия? Наследие есть дар, даровавшего наследия. А не сам наследователь. Видишь, о крестителе. Он терпел то же самое, что терпел и спаситель. А спасители иудеи говорили, бес в нем. И он неистовствует. Что его слушаете? И разве не блажен тот христианин, который терпит обиду одинаковую со своим владыкой? Павел проповедует истину. Афест возражает ему. Безумствуешь ты, Павел. Большая ученость доводит тебя до сумасшествия. Злоба презирает добродетели, преследует ее. Они усудили пророка, как беснующегося. И в то же время выпытывает его слова, как вестника истины. Что возвестил он тебе? Скажи. Он отвел меня наедине. Говорят об Июе. Смотри, какова сила истины. Как осмеянная мысль делается предметом поклонения. Как пророк неистовый оказывается сильнее законов. Говорит, он отвел меня наедине. И излил на меня сосуд Илея. Четвертая Сарс 9.1